здравствуйте друзья у нас сегодня полдень 30 декабря уже такое совсем предпраздничное настроение но я в офисе должен побыть там несколько часов ед на работу и такой явно праздничной темы у нас нету но мы подежурим сегодня по америке потому что последнее время происходит масса таких прелюбопытнейших событий то есть как бы мы живем теперь в мире в котором происходят неожиданные вещи вот этот сезон неожиданных вещей как начался вот с брэкзитом великобритании полгода назад вот так значит мы и движемся когда все время происходит вещи которые раньше не могли произойти ну никак вот ну никак они тем не менее происходят значит что тут у нас о чем я хотел поговорить у нас сегодня ну не сегодня так последние там несколько недель президент обама отжигает отжигает как бы на выходе из должности как-то он видно расслабился совсем и давайте очень трудно очень трудно сказать какие мотивы им движут потому что мы с вами понимаешь и чужая душа потемки и можно там предполагать что-то но точно конечно мы не знаем но во всяком случае вот так чисто внешне такое ощущение что вот он какие-то были у него какие-то обиды и вот он их вот обидчиков сейчас вот начинает в ответ им что-то делать у него было восемь лет с ними разобраться но он как-то с ними не разбирался а вот теперь разбирается и вот соответственно такая складывается история обидчиков у него несколько таких основных но один обидчик у него это ну внутренний обидчик это трамп внешних обидчиков таких серьезных у него двое у него есть вот премьер-министр израиля на ты не аху и гражданин путин из господин путин из российской федерации вот они его как бы обижали там есть еще обидчики ну такие знаете мелкие вот допустим есть президент филиппин там дутерта но это уже такая урла не солидная но просто на всю голову урла поэтому он даже с ними как-то ему ниже его достоинства разбираться с таким вот а вот эти два они его достали как следует и он вот значит так сводит ну но я не хочу сказать что он сводит счеты но вот я хочу сказать что выглядит так ну давайте мы начнем потихоньку давайте мы с простенького начнем господин ни ты не яху из израиля премьер-министр он обижал обаму многократно обижал он его тем что как бы действовал в обход его но вот например некоторое время назад он выступил перед конгрессом сша при том что обаму даже не спросили то есть он договорился там по своим каналам приехал выступил это чудовищное нарушение протокола и и просто плевок в роже между нами и вот он какую-то свою адженду там он проводил там было много вещей на самом деле как по которым не было согласия в частности вот ядерная сделка с ираном израиль как бы не верит ирану и не считает что можно с ним договориться ну и плюс конечно вот эти поселения на другой стороне да там вот на которые как бы поселение на территории которые пытаются формулировать поселение на территории которая обозначена как будущая территория палестинского государства и там долгая история я я не хочу в это дело сильно вникать потому что это можно там целый канал этому вопросу посвятить там есть о чем поговорить но история в том что последние там 20 небольшим лет отрабатывалась концепции все говорили мы привержены концепции двух государств вот вот это палестинская вот это вот значит израиль еврейская и вот вот значит два государства надо границу как-то между ними провести и все такое но в общем то вот вокруг а параллельно с этим израиль продолжал быть вот эту поселенческую деятельность и сейчас 600 тысяч человек 600 тысяч евреев живут на территории вот этой которая там ну как бы предполагается что это будет территория будущего палестинского государства и действительно очень трудно как-то совместить слова о том что мы привержены идеи двух государств но при этом застраивать территорию этого государства то есть короче обама этого не понимал сейчас вот уже не то не яху и не только не то не яху а будущий посол соединенных штатов в израиле вот он правда не из дипломатов он адвокат по банкротством представлял интересы трампа в течение многих лет в разных его банкротства так вот вот он теперь будет послом он говорит а зачем вообще два государства что это за ерунда какая израиль это зачем вообще нам два государства но но где араба лучше вот своей этой палестинской не поймешь чего я там бандиты с автоматами ходят или у нас где свобода демократия там медицина хорошее образование так далее но зачем араба вот это палестинское государство говорят все ночью вот вот эти люди короче обама 8 лет значит старался и у него не получалось там там еще другой был конфликт на самом деле по поводу голландских высот это территория сирии которая в шестьдесят седьмом году было значит заарестована можно сказать израилем оттуда шли обстрелы израильской территории и все никак не могли договориться значит ну то есть израиль не претендовал что ты из территории израиля никогда он дал давайте договоримся и отдадим а серийцы говорили нет вы сначала отдадите потом будем договариваться вот это не срабатывало и в конце концов уже договорились кири госсекретарь он ездил ездил туда-сюда и уже сирия согласилась вот там некоторое время назад сириск отология с کرillo считал среди ладно значит сначала давайте договоримся потом и в этот момент нитая кускал Вы что, с ума, что ли, посмотри, как мы можем отдавать, значит, и он прилетел в огорченный, значит, там, Обаме жаловаться на этого Керри, который совершенно идиотские вещи предлагает. Короче, у Нитаниаху с Обамой вот такой конфликт, как бы. Дальше получается такая история. Да, и он взял вот Обама и велел делегации Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций воздержаться при голосовании о том, являются ли легальными поселения израильтян вот на этой территории. То есть до этого много раз ставился вопрос о том, что это все нелегитимно, чужую территорию застраивать и так далее. Но поскольку у США есть право вето, то, соответственно, США блокировали эту резолюцию. А сейчас она прошла. И это открывает большие, хотя непонятные еще возможности, там, например, для судебных процессов, там, международных суда и так далее, бойкотов всевозможных и так далее. То есть как бы получился такой статус. То есть он, уходя, вот этому Нитаниаху вот вставил такую шпильку. Мне это напоминает, знаете чего? Был такой анекдот, как поймали белые Василия Ивановича. И говорят, мы тебе сейчас будем, мы тебе сейчас повесим, а потом шкуру твою натянем на барабан. И говорят, ну давай, в общем, короче, последнее желание и все. И тот говорит, ну дайте мне, говорит Василий Иванович, гвоздь. Говорит, и все, и все, просто гвоздь дайте. Ну дали ему гвоздь. И он взял этот гвоздь и говорит, вот вам барабан, вот вам барабан. Портил, можно сказать, шкуру Которую потом можно будет на барабан натянуть Вот это, вот как-то мне вот это все напоминает Но это одна как бы линия Вот с этим человеком С Нитанияху Хотя это больше, чем Обама и Нитанияху Все-таки это отношение государств И народов и так далее Это гораздо больше, чем это И его сейчас осуждают практически все И демократы И республиканцы То есть как бы возмущению нет предела Но самое главное, что сейчас Да, администрация Трампа говорит Погодите, пацаны, до 20 января Я сейчас приду и разрулю Но ему сложно разрулить, потому что решение в ООН уже принято А никакого другого Ну как вот Понимаете, то есть это такая штука Вот поставили Трампу такую хреновину на дороге Которую обойти он никак не может Да, ну вот с Путиным тоже Значит, вторая линия Второй обидчик Значит, вот Обама-то ему Да, как родному Он ему говорит, перезагрузку давай Там это давай А Путин говорит, ага, перезагрузку тебе И давай, значит, как бы По-своему на это дело реагировать И вот, значит То есть как бы его все время обижал В частности, обижал его вот с этими Ну как бы cyber activities Вот эти вот Когда Воровали данные там И потом публиковали их с тем, чтобы повлиять на избирательную кампанию И так далее И Ну это в частности Да, вот в сентябре Обама ему говорил приличные встречи В Китае, значит А тот его, в общем, имел И посылал Если он на 8 лет посылал Ну подумайте сами Вот подумайте о Путине Да, ну что Дипломатов выдворил Там еще что-то Там Что-то там Компаунды два Закрыл Ну такие Как сказать Поместья такие Симпатичные Которые были У Российского посольства Ну неважно В общем Какие-то вот такие действия тут предпринял Но это мелочь Потому что Очень много действий предпринято На Внутреннем фронте И они ударяют сильно по Обаме Хотя, конечно Я извиняюсь По Трампа ударяют Хотя, конечно, Обама Имеет еще свой интерес Как бы в наследии каком-то Да, вот он хочет оставить Какое-то наследие В частности У Трампа Большие Планы По добыче нефти По выходу на мировой рынок С нефтью, с газом То есть Демократы Они всегда Придерживали Месторождения Они там Экологические соображения И так далее На Аляске В частности Не разрешали Там особо Там есть добыча небольшая Но это не то, что могло бы быть Ну, в общем Обама Заговорился быстренько Вот с канадцами И оба Значит, государства Канада и Соединенные Штаты Выпустили такой Ну, как сказать Акт О запрещении О запрещении Арктического бурения Вот А там есть, что бурить На самом деле Ну, вот Проблема для Трампа Состоит в том, что Есть некоторые вещи Которые очень трудно отменить Вот один раз сделано Вот так же, как с этим решением Организации Объединенных Наций Совета Безопасности Вот Одно дело блокировать Блокировать А другое дело Бах И принять И тогда уже Обратного хода Как бы практически нет И здесь то же самое Фактически нет обратного хода То есть, бурить в Арктике Ему уже не придется Вы скажете А зачем ему в Арктике бурить? А деньги А бюджет Вот У него большие планы Нужны какие-то деньги То есть, он явно То есть, не из чисто таких соображений Геополитических А вот в частности Значит, тоже денежки нужны Хотя, наверное, и геополитически Тоже это важно Дальше что? Дальше Республиканцы Хотят отменить Обама Кер И это вопрос Такой, знаете Показухи В ближайшее время Которая произойдет Буквально там В первые дни Как заступит там Новая администрация Показуха почему? Потому что Отменить им они Реально не могут 22 миллиона человек Застрахованы Под Обама Кером И отнять у них страховку Просто так невозможно Надо что-то такое На замену Но они Символически Хотят Провозгласить Отмену Этого Обама Кера Им надо выйти И сказать людям На самом деле Обмануть их Выйти и обманом Сказать Вот мы отменяем Этот самый Обама Кер А на самом деле Ничего не изменить И дальше они начнут Думать У них нет У них нет линии И позиции Там есть очень много Разных мнений Внутри Республиканской партии В общем Это не вопрос Кстати Доброй воли Самого Трампа Но это все-таки Вопрос в Конгрессе Решается У республиканцев В Конгрессе Нет единого мнения О том Как с этим Дело иметь И некоторые говорят Надо вот так Технически отменить А дальше взять Там Некоторые говорят Два года Некоторые говорят Три Некоторые говорят Четыре-пять лет На то чтобы уже как-то Вот там как-то Вот И Трамп Не Трамп Обама Он обратился К массам С тем Чтобы они активно записывались В Обама Кер Вот в эту программу Здравоохранения Она прошла с большим успехом Записалась там Существенно больше Народу Чем в прошлом году То есть Это создает Больше проблем В отмене Понимаете Чем больше народу Записались В эту программу Тем сложнее Ее отменить Если бы там было Там сто тысяч человек Так и вопрос Нет Что там он еще В общем Короче Обама вот Видя Такие дела Что тут его отменяют Там его посылают Вот Там его чмо Называют Там еще чего-то И он вдруг Пошел Напоследок Буянить И Пол Райан Который является Председателем Фракции Большинства Республиканского В палате Представителей Он не любит Обаму Сильно Но вот этот Самый Пол Райан Сказал Что Наконец-то Спустя Восемь лет Говорит он Это по вопросу Высылки Там Ну Наезда Как бы На Российскую Федерацию Он говорит Что вот Наконец-то Спустя Восемь лет Мы видим Разумное решение Как бы Которое Сильно Запоздало Вот Так что И в этом смысле Трампу Будет очень сложно Он сейчас С Вот этой Российской Историей Находится В очень тяжелом Положении То есть он Говорит Он говорит Да ребята Что вы Какой-то ерундой Занимаете У нас столько Дел Там туда-сюда Потому что Действительно Трудно Вот так Выйти И сказать Это же Показушник Большой Популист Он выходит И вдруг Ему Говорит Это тот самый Что из Кремля Назначили Понимаете Ему не нравится Эта позиция И вот Ему это не симпатично Он говорит Да проехали Забыли Там Пошли дальше И не получают И вот он ему Не дает Не проехать Не забыть Мало того И демократы И республиканцы В конгрессе Не говорят Что проехали И идем дальше А они говорят Надо наказать Да Значит Сейчас уже Уже вчера опубликовали Кое-чего Из Как бы информации Компетентные органы Да Значит публикуют Но Там есть вещи Которые не будут опубликованы Например Там прослушка Да Потому что некоторые говорят А вот где доказательства У них есть У них есть Там Тоже Они залезают В переписку У них есть прослушка То есть Они знают И они знают Кто Пофамильно знают И они это предоставят Скажем Конгрессменам Да Чтобы не было сомнений На этот счет У тех Кто решение принимает Но это абсолютно Эти вещи Не делаются на публике И мы еще не знаем Что они сделают В отместку Как бы За пределами Вот этих вот Публичных взоров Мы посмотрим Но это Это не отменить То есть Трампу не удалось Спустить Вот эту историю Всю на тормоза Не столько Вот скажем Там СНН Фокс И там Другие большие Вот такие Организации Сколько газеты Вот например Вашингтон пост Я вчера смотрел Нью-Йорк таймс Вот они Подробненько Так обсуждают Там много статей Много комментаторов Много людей Которые Из администрации Но Из спецслужб И они так На условиях Анонимности Там раскрывают Всякие детали Там картинка Очень интересная Получается Так что В общем Обама Он так Молчал-молчал Молчал-молчал И вот Последние там Три недели Реально так Стал Руководить Государством А до этого Как-то он все Так вот Как-то так Непонятно себя вел В общем Интересно Что он еще выкинет Осталось все-таки Три недели Ты еще есть Три недели есть Посмотрим До 20 января Что еще будет дальше Все с нетерпением Ждут Он перестал считаться На самом деле С мнением Тех И этих Вот те Кто ему Ну опять Впечатление такое Да Может быть он считается Но с мнением Какой-то очень узкой группы Может быть Жена ему что-то говорит Я не знаю Наверное он с кем-то считается Ну вот Вот такое ощущение Интересное Вот наверное И все Вот с этим мы Друзья И Вступаем в новый год И будем с интересом Ждать Развития событий Я вас уверяю Что Масса необычного Произойдет Вот И В частности Вот Многое из этого необычно Вот сейчас Прямо создается Господином Обамой Который такие Вот знаете Вешки Расставляет Вот вроде так Землемер Такой Тут отрезал Тут отрезал Тут отрезал И уже как бы И уже ты не по целине Идешь А по какой-то такой Размеренной Территории Которую заново Размечать уже сложно В общем Понаблюдаем Хорошо друзья Я сегодня буду вести Сегодня пятница Значит я буду вести Прямую трансляцию Как мы обычно делаем Из Санта Круз Но у нас уже была Такая рождественская Трансляция Поэтому здесь она Не будет уж прямо так Новогодней Хотя По-своему Будет новогодней Но мы не делаем Ее официально праздничной Но по сути Она как бы Такая праздничная Предпраздничная У нас будет Тридцатое Вечер Пятница А у вас уже будет Мы начинаем В девять утра По Москве Значит это будет Тридцать первое Ну конечно Я надену Я надену колпак Новогодний Санта Клауса И это будет Создавать ощущение Праздника Счастливо Дежурство По Америке С себя складываю Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok